Сегодня во многих городах России прошла акция «Бессмертный полк». В Карачаево-Черкесии приняли участие почти 77 тысяч человек, а в Черкесии 20 тысяч прошлись с портретами своих героев. Символично, что в «Бессмертном полку» как бы плечом к плечу с живыми были и участники Великой Отечественной войны, не дожившие до 77-летия победы. Репортаж Артура Мхце. «Вечеря нам поканусь, ими очень я горжусь, чем победы предъявляю, чем зелёбля я зряю». Большинство тех, чьи портреты держали в руках находившиеся в центре черкесской люди, уже нет в живых. Кто-то погиб во время Великой Отечественной, другим посчастливилось вернуться домой, чтобы отстраивать разрушенное хозяйство, воспитывать своим отношением к делу подрастающие поколения. Историю мы всегда помним, в качестве нашего дедушку, так же помнят и мои внуки. Они тоже знают об этом, что у нас есть человек, который воевал за победу. Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в России ровно 10 лет назад. 9 мая 2012 года в городе Томске в колонии пронесли почти 2000 портретов ветеранов Великой Отечественной войны. После этого мероприятие стало традиционным, объединяя миллионы людей. Молодым ещё ушёл на войну, неженатым парнем молодым, 19 лет, и погиб в первые же годы войны. Войну всё прошло. Был награждён орденом Красной Звезды, медалями за отвагу и другие медали. И 9 мая 1945 года город Петерберг, Восточная Пруссия погиб. После двухлетнего перерыва, связанного с ковидными ограничениями, акция вновь вернулась на улицы столицы Карачао-Черкесии. Сегодня только в Черкесске в ней приняли участие более 20 тысяч человек. Всего же по республике с портретами своих близких на улицы населённых пунктов вышли около 80 тысяч людей. Песня. 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 Артур Махце, Роберт Джигутанов, Ислам Румов, Вести, Карачаев, Черкисия.